В принципе, как построена вообще Россия, если смотреть на неё как на экономическое образование? Есть условно 25 семей, которые контролируют Россию как корпорацию. Они, естественно, обросли агентами, клиентами, друзьями и так далее, но это небольшое ограниченное количество семей. В центре этого круга семей стоит президент, который является арбитром этой системы. Эти семьи имеют привилегию получать доходы из государственного бюджета, так или иначе. Совокупный их суммарный доход годовой составляет, никто не знает какую сумму, но по моим прикидкам где-то от 10 до 15 миллиардов долларов. Они находятся как бы над и вне. Это вот группа, которая у них свои внутренние законы, внешние законы на них не распространяются. Дальше под этой группой существует некоторая прослойка, которую я для себя условно называю исполкомом по старым советским названиям. Это то, что иногда в России называют технократами, хотя там очень мало технократов. Это такие высшие чиновники, это правительство, это министры, это высшие силовики, которые не входят в круг семей. Это люди, которые должны обеспечивать функционирование всей этой корпорации. Если то совет директоров, то это правление. И у них все очень просто. Они получают очень много, в ответ на это они должны быть очень лояльны и хорошо работать. Если человек из верхнего слоя, из friends and family себя плохо повел, то его критикуют. Если человек из исполкома себя плохо повел, его сажают. И в этом огромная разница. И когда некоторые члены исполкома несколько лет назад, казалось, решили, что разницы нет, то им очень быстро показали, что она есть. Дальше существует огромный слой из бюрократов и силовиков, которые эту систему обслуживают на местах. Их из бюджета не кормят, потому что бюджетов не хватит. Но они за то, что они обслуживают систему, имеют право кормиться самостоятельно. И когда человек из этого слоя кормится самостоятельно, то ему в худшем случае могут сказать, что ты как-то много очень ешь. Вредно это. Потому что иначе контракта не будет. Эти люди, их достаточно много, это, наверное, порядка миллиона человек, они должны обеспечивать стабильность системе. И за это они получают возможность надзаконного кормления. И они это используют активно. И вот ситуация там с Майклом Калми, мы видим, как это работает. Потому что, конечно, интересант этой ситуации, это человек из вот этого уже слоя. Это не верхние два слоя. И уже на сегодня это работает безотказно тоже. Пожалуйста. Но они в ответ, конечно, должны быть очень лояльны. И их процесс кормления должен быть в рамках строго оговоренных. И когда он выходит за рамки или когда между ними начинается драка, то возникают полковники Захарченко, например. То есть им дают по голове очень крепко. Но в основном они себя ведут хорошо в этом смысле. Уровень, процент полковников Захарченко очень мал в реальности. Хотя, там, скажем, работа губернатора в России самая опасная на территории Российской Федерации. Там порядка 11% губернаторов сидит. То есть люди задаются вопросом, то ли специально подбирают в губернаторы людей, то ли это просто работа опасная. Ответа нет. Ну и вокруг всего этого есть, конечно, облако клиентов, тех, кто реально делает бизнес на этих людей. Клиенты высокого уровня, они номиналы чистые. Клиенты низкого уровня делают свой бизнес, но отстегивают какие-то куски. И клиенты очень хорошо ранжированы. То есть клиент более высокого игрока, он бьет клиентом более-менее высокого игрока в случае чего. Клиентами можно жертвовать, как известная история с суммой, например, с братьями Магомадовыми. Вот такая изящная шахматная жертва клиентам фактически. И, в общем, как-то вот так вот это все существует. Но надо понимать, что система эта очень устойчивая при условии выполнения нескольких важных правил. Поскольку, как недавно в Брюсселе было сказано, что не бывает Brexit а-ля карт, также не бывает и автократии а-ля карт. Из нее нельзя выбрать только хорошее. Приходится брать и плохое. И прежде всего самое главное, что приходится с собой брать на борт, это полное отсутствие закона. Потому что для того, чтобы миллион человек мог кормиться как хочет, у вас закон не должен работать. А раз закон не работает, то его надо чем-то заменять. Он заменяется административной системой. Очень мощной, дорогой, тяжелой, и которую нужно кормить. Защита верхних групп нуждается в огромной массе силовиков. И когда у вас огромная масса силовиков, они, естественно, начинают чувствовать свою силу. И они в каком-то смысле начинают диктовать свою волю. И сейчас мы уже видим, что, в общем, центр с силовиками обычно не спорят. Но пока это равновесие соблюдается, сохраняется, оно как-то функционирует. Ну и кроме того, конечно, если вы устроили такую ситуацию, то очень мало кто хочет делать независимый бизнес. И поэтому государству сейчас приходится подбирать фактически бизнес под себя. И все это очень сильно централизуется. Ну и вот, собственно, что есть эта стратегия в реальности сегодня. Самое важное – это стабильность. Бюджет важнее экономики, поэтому экономику будут вынимать в бюджет как можно больше. Очень жесткая монетарная и фискальная политика позволяет всю эту конструкцию сдерживать от сценария венесуэльского. И они будут сдерживать, они это понимают. Бизнесом никто не интересуется. Бизнес живет сам по себе. Если он не мешает, это хорошо. Если он мешает, это плохо. В реальности единственный бизнес, который сейчас действительно интересует власть – это агробизнес. Агробизнес поддерживается, агробизнес развивается. Он составляет уже больше 3% ВВП. Сильно больше он не будет, потому что современный агробизнес очень неприбыльный. Но это такая фишка, которая нравится Кремлю. И когда говорят, а что же у вас с экономикой, они говорят, вот агробизнес зато хорошо развивается. И тоже считают это ответом для себя. Вот.